Добрый день, с вами Станислав Орехов. Добро пожаловать в третье видео нашего мастер-класса по документам дизайна. Здесь дизайнер учится как полностью построить свою последовательность работы с клиентом, как зарабатывать на проекте достойные деньги и сделать так, чтобы клиент не спрашивал, почему он должен оплачивать эти услуги. В этом видео мы будем говорить с вами о полной системе. Если в первом и втором мы говорили о проблемах и о ситуациях, вы могли понятие почувствовать их на себе, то здесь мы дадим вам решение. Мы разберем все необходимые элементы, все пункты, все договора и дадим краткие рекомендации, чек-лист по каждому из договоров, по которому вы можете построить свою систему работы. Итак, смотрите внимательно это видео, оно поможет вам создать ваши идеальные документы. Сегодня мы поговорим о том, из каких этапов состоит внедрение системы, про которую мы рассказываем. Вы можете использовать эти блоки для того, чтобы проверить по чек-листу, все ли у вас учтено. Я буду рассказывать о том, что должно быть в каждом блоке, для чего он нужен и какие элементы туда можно включить. И нужно включить для того, чтобы предусмотреть практически все. И здесь мы видим несколько блоков. В документах дизайнера в плане модели на внедрение мы работаем с несколькими параметрами. Первое – это система. Второе – договор на дизайн проект, основной наш документ. Третий – авторский надзор. Когда договор на дизайн проект готов, мы переходим к помощи настройки. Комплектация – отдельная услуга, когда мы привозим материалы, мебель и разные индивидуальные позиции, и работаем с ними на объекте, общаемся с поставщиками и заказываем дополнительные проекты. Управление строительством, когда клиент поручает нам полностью работу, и мы от своего имени выполняем заказ и отвечаем за все, но за это получаем и дополнительные деньги. Также есть агентский договор с поставщиками. Если мы хотим дополнительно заработать, мы можем советовать наших поставщиков и получать за это справедливое вознаграждение, а не откат. Чем отличается, какие основные условия, что проработать, поговорим. Далее документы у нас основные заканчиваются, и идут вспомогательные документы, естественно, дополнительные работы, акт приемки-передачи, как ведется авторский надзор, журнал авторского надзора, ну и многое другое. Здесь далеко не полный список, всего около 10 разных бумаг, документов, с которыми можно и нужно работать. Но что еще важно? Важно это правило согласования. Они, естественно, записаны у нас в основном договоре, но еще и важно, как мы и сами по ним работаем. То есть это, по сути, самостоятельный менеджмент, как мы себя заставляем или как у нас в голове устроена модель работы и как мы можем работать с клиентом так, чтобы изменений бесконечных не было. Обязательно нужно следовать. То есть модели согласования, которые мы для себя придумали, для того, чтобы успешно и быстро выполнять проекты. Документы оборудования творчества. Тоже очень важный момент, как в пылу энтузиазма не уйти в бюрократию и не стать таким до мозга костей, зашоренным каким-то специалистом. Мы, в принципе, никогда не должны позволять каким-то бумагам мешать нашему творчеству, но, к сожалению, это не всегда получается, когда клиент сложный, с ним приходится работать достаточно плотно, а это очень сильно влияет на сам творческий процесс. Вот как это скомбинировать тоже я дам несколько сегодня советов. Итак, поехали. Первое – это система работы. Система – это то, как дизайнер привык для себя выполнять дизайн-проект. И здесь есть разные модели. Нет одинаково правильного способа для ведения проектов. Кто-то работает с клиентом плотно, кто-то удаленно, кто-то под его диктовку, а кто-то устраивает свой путь и демонстрирует этот путь как правильный клиент. Лучше всего, наверное, определиться здесь самое главное в том, как работаете вы и какой порядок действия или без порядок действий будет у вас, и утвердить это в модели работы. Здесь есть несколько моделей. Клиент всегда прав, а я новичок. Хорошая модель, соответственно, для новичков, когда опыта еще нет и нужно потренироваться. Вторая ситуация – когда мы работаем на равных, как партнеры, и вместе участвуем мы в создании проекта и в обсуждении идей. Клиент слушает нас, а мы очень внимательно слушаем клиента. И третий вариант – когда клиент не знает, что хочет, и прав всегда дизайнер. Дизайнер подходит к работе с той точки зрения, что он профессионал, он знает лучше, а клиент не имеет вкуса и, соответственно, должен его слушать. Вот это три разные модели работы, каждая из которых имеет право на жизнь, и важно утвердиться, к какой категории относимся мы. Определяем свой путь. И результатом у нас должно быть понимание всех деталей, плюсов, минусов каждого из этих элементов, и записываем на листе это понимание собственной системы работы. Это очень важно. С этого мы будем стартовать. Это самая главная, самая база, самая основа, потому что все остальные документы и вот все элементы, которые мы будем прорабатывать на договорный дизайн-проект, они будут у нас зависеть от нашей системы. То есть от того, как мы привыкли работать, у нас будут здесь меняться параметры. И, соответственно, у нас будет тюнинговаться наша система. И старайтесь угадать и правильно зафиксировать модель работы. Итак, договорный дизайн-проект. В договорный дизайн-проект мы создаем набор чертежей в определенном, согласованном в приложении объеме, который позволяет бригаде ремонту строительных монтажников создать все то, что мы придумали на объекте. Естественно, с помощью авторского надзора, с помощью комплектации, ну или без него. Тогда эти роли надзора и комплектации, управление строительством будет выполнять либо сам клиент, либо нанятый ими прораб. В общем, на дизайн-проекте мы выдаем пакет. Пакет документации, как правило, ну опять же, у нас состоит из подбора материалов с ведомостями, из рабочих чертежей для клиента и из набора визуализации, по которому можно посмотреть, как выглядят цвета, материалы, что с чем сочетается и что потом подбирать уже в реальность, если будет отклонение от ведомостей. И в договорный дизайн-проект проработать важно несколько вещей, термины определения, чтобы договориться о том, о чем мы работаем, что является дизайн-проектом, что является приложением и много-много других вещей, чтобы не было потом, а я думал, что это по-другому, лица, кто принимает решение, условия оплаты, как проходит согласование, ну и много разных деталей. Сейчас все перечислять не буду, они видны здесь, в принципе, на экране, вы можете прочитать. Все это очень исключительно важно и, по сути, это пункты, которые мы прорабатываем в дизайн-проекте, все они должны быть учтены и это основные, да, есть дополнительные сложные мелкие условия. Ну, например, вот форма сдачи документации, совсем не очевидная вещь, но в каком виде и как мы ее будем сдавать, и сколько раз, и кому, и в печатном виде или в PDF, и если будут изменения, что делать. Что делать, если клиент не пускает на объект, можно ли фотографировать, и как предусмотреть вариант того, что клиент просто нас не пустит, как все-таки попасть на объект. Это все вот в договоре прописывается, продумывается, все условия, которые нам важны и нужны, нам нужно первое их знать, и второе прописать. И в результате у нас должен быть готовый дизайн-проект, договорный дизайн-проект, приложение с составом сроками и описанием листов, приложение обязательно с порядком оплаты, предоплата, постоплата, в процессе, все как вот мы хотим и хотят наши клиенты. К этому прилагается расписка получения денег, акт приема-передачи работ или этапов работ и соглашение о дополнительных работах и о продлении сроков, если дополнительные работы будут. А как правило, они бывают постоянно. Дальше. К этому всему ставится большая жирная линия, и следующий этап – это авторский надзор. Не смешиваем эти этапы, желательно, даже если мы их делаем параллельно, то договор должен быть второй. Здесь мы прорабатываем круг обязанностей дизайнера. У каждого авторский надзор в понятие входит свое. Кто-то комплектацию вмешивает, а кто-то делает исключительно авторский надзор. В общем, здесь мы пишем, что вы подразумеваете под авторским надзором, и мы показываем, что мы подразумеваем. Обязательно должен был быть журнал авторского надзора, и рекомендации даем, как вести и заполнять, продумать, либо взять наши, кто ведет – дизайнер, комплектатор, помощник, и сколько раз, что делать, если дополнительные выезды нужны, какова стоимость, если нужно согласовывать выкрасы, либо элементы, что делать, когда несколько подрядчиков, и желательно собрать их на объекте вместе. Как это все организовать? Это все должно быть заранее продумано и прописано в авторском надзоре, чтобы потом не получилось работать так, как скажет клиент или генподрядчик. Что делать с ошибками? Ошибки будут в дизайн-проекте, без этого практически никогда не бывает. Как их фиксировать? Как указания давать на исправление? Как совет? Как оформлять? Рисовать ли на стенах, что нужно делать строителям или не рисовать? Как вести себя со строителями, если ошибки нашли они? Ну, в общем, модель вот эту нужно для себя тоже полностью понять. И в результате мы получаем готовый договор на авторский надзор с правильными условиями, в которых продумано абсолютно все, и в которых мы уверены для себя, что нам это именно подходит за те деньги, которые мы назначили. И, естественно, шаблон журнала авторского надзора, как он выглядит, мы можем его напечатать на принтере, подписать и хранить на объекте. И что делать, если он пропадет? Или там листы будут вырваны? И как это предусмотреть? Как этому помешать? Как сделать так, чтобы не дописывал никто? Вот, в общем, правила ведения и какие бывают ситуации, тоже внимательно продумайте, это очень важно. Следующее – это комплектация. Договор на комплектацию. Там более 20 пунктов, 23, если быть точным, в котором мы помогаем реализовать то, что мы придумали. Мы помогаем поехать по магазинам, выбрать поставщиков, заключить с ними договора. Если это индивидуальные позиции, то проработать договора с ними, выбрать выкрасы, образцы, сделать так, чтобы это сочеталось с дизайном, найти оптимальную стоимость, поторговаться за клиента, оформить все это дело, помочь ему и привести, посмотреть, что пришло все в том порядке, в те сроки и в том количестве, которое должно было прийти. И мы приняли это на объекте, и строитель принял все эти элементы и взял ответственность на себя. Вот довольно большой список работ, которые можно будет посмотреть здесь и прописать комплектации. Самое главное, состав услуги, из чего состоит. У каждого будет персонально, у кого-то входит минималка, у кого-то по максимуму вообще. Кто-то берет на себя обязанность и ответственность за согласование, кто-то перекладывает это на клиент. Это все модель работы каждого дизайнера, и зависит она исключительно от ваших пожеланий, нет правильного способа. Но обязательно нужно прописать порядок оплаты, как мы получаем проценты, или фиксированный оплат в месяц, или и то, и другое, в каком получи. Когда и как дизайнер получает деньги или не получает. Что делать, если клиент вдруг сам что-то выбирает, и получает ли в этом случае деньги дизайнер или не получает. Какая разница между проектной и послепроектной комплектацией. Как мы обосновываем то, что дополнительно нужно платить деньги. В чем разница между ведомостями и спецификациями. Что берет на комплектацию дизайнер, а что сам клиент и как разделить эти полномочия. Как комплектация делается параллельно с проектом, если он ведется, уже прямо сейчас и строится, и, соответственно, плюсы и минусы, как здесь не попасть в просаг, какие есть подводные камни и что, соответственно, тоже с ними делать, их надо предусмотреть, либо предупредить о них клиенту. В результате мы получаем готовый, сформированный договор на комплектацию, который является порядком и планом действия и объяснением, что мы делаем, а что мы не делаем. Также могут понадобиться выезды в другую страну, и там, скорее всего, будут немножко другие условия, в том числе, где кто как селится, в какой отель, сколько суточных, командировочных, в общем, тоже это нужно поработать. И работа с местными поставщиками тоже здесь важна, в каком радиусе поставщики считаются местными, чтобы не было разночтений. Далее у нас есть управление строительством, договор на стройку, в котором мы заключаем договор на себя и берем, нанимаем отдельную бригаду строителей и отвечаем за них. Соответственно, здесь нам нужно продумать вот эти пункты, которые отмечены с клиентом и подписать с ним договор, подписать прайс-лист, но, естественно, желательно не на все работы, абсолютно, а с чего-то начать, просто основного. И подписать зеркальный, либо более жестокий договор с нашими подрядчиками. Вот как это все сделать, базовые элементы здесь написаны. Самое главное здесь, конечно, прайс-лист для того, чтобы мы понимали, в какие цены мы выходим и что туда входит. Но в прайс-листе это еще не все, нужно состав работ написать достаточно детально, потому что в зависимости от того, сколько там раз будем, допустим, красить доски, в два, в три, в пять слоев или как детально будем выравнивать штукатурку или какие-то другие элементы, будет зависеть тоже стоимость, чтобы потом не получилось, что рассчитывали на одно, а делаем совершенно другое. Поэтому кроме прайс-листа и списка работ мы должны понимать, как эти работы делаются. Есть технологические карты, это достаточно просто, есть порядок действий. Вот надо приписать, чтобы это было все соответствовало тому, что необходимо. И результат у нас есть договор на управление строительством со строителями, с клиентом и прайс-лист с расценками, по которым мы работаем. Следующий это агентский договор с поставщиками, в котором мы договариваемся о том, что мы рекомендуем поставщикам нашего клиента, либо каких-то других клиентов, с кем мы не работаем даже, и они платят нам за это агентское вознаграждение, за то, что мы выполнили их часть маркетинговых работ и привели для них готовенького, тепленького клиента. Но это не только рекомендации, что мы привели, мы с ним еще и поработали. То есть мы подготовили, мы помогаем подготовить договора, мы помогаем соединить их проект и возможности поставщика. То есть здесь мы прописываем и права и обязанности, а не то, что пришел и привел клиент. То есть там тоже есть определенный список условий, с которыми мы обязательно проговариваем с нашими поставщиками. Ну иначе с нами, если это не будет выгодно, им не будут заключать агентский договор. Собственно здесь понятие, в чем главное условие, что деньги не с надбавки к клиенту, а с прибыли с поставщика. Как это объяснить, тоже очень важно. Определить, что клиент от дизайнера, каким образом надо прописать, как узнать, что действительно дизайнер привел, не клиент, сам пришел. Как и когда выплачиваются деньги, что делать, если клиент заказал вдруг несколько раз или сейчас заказал маленькую таборетку, а через год заказал огромный гарнитур на дом в 500 метров. Выплачивается или не выплачивается? Если выплачивается, то сколько? И что делать, если он сказал не через год, а через 5 лет? Ну и это тоже очень важно. Сколько длится договор, конечно же. И в результате у нас должен быть сформированный и подписан договор с ключевыми поставщиками. Ключевыми я считаю с поставщиков в тех стилях и с теми элементами, с которыми мы работаем. Зависит от нашего стиля, от наших предпочтений. Если я постоянно вставляю окна деревянные, естественно я подписываю со всеми игроками деревянных окон на рынке, которые мне важны. Если я заказываю паркет в одном месте, я с паркетчиком подписываю мебель, аквариумы, камины. Все вот то, что касается и индивидуальных изделий, и фабричных, и частных мастеров. Там я все указываю. И, конечно же, следующая часть это правила согласования. Как согласовывать с клиентом, как правильно согласовывать четырехшаговая методика. Как подтверждать, как фиксировать подтверждение. Как не тормозиться на какой-то одной точке, а согласовывать частично. И что делать потом с моментами несогласования. Сколько этих моментов несогласования может быть в принципе. Как согласовывать с переходом на следующий этап. В результате у нас должна быть сформированная на листе, это уже по правилам должно быть оформлено, согласованная модель этапов работ и вносимых изменений. Все, что мы даем согласованию клиента, должно проходить по этой модели. И если она будет работать правильно, я расскажу, как сделать так, чтобы она работала правильно. Если будете ее соблюдать, будет все работать как часы. Ну и документы оборота творчества. Обязательно продумать эту тему. Работаете ли вы самостоятельно, либо в студии. Нужно, чтобы бюрократия не победила творчество. Это должно быть соединено. Как это соединить в одном человеке, либо в двух, если это менеджер и ведущий дизайнер. Какие функции, как разделить, где найти грань ответственности одного и второго. Продумать заранее, как уместить это в одном человеке, либо как взять помощника и объяснить ему, что он будет делать. При этом оставаться гибким и защитить себя со всех сторон в плане договоренных отношений. Потому что, если не будет налажен документ оборот, все, что мы придумали вот здесь, договорами, с функциями, с авторским надзором и всем остальным, это будет просто пшик, потому что не будет никаких доказательств, не будет никаких подтверждений. Подтверждения должны быть обязательно. И это наша обязанность все это подтверждать. Чтобы не убиться на этих подтверждениях, нужно продумать, кто и как, и когда это будет делать. И как именно. В результате у нас есть принципы работы менеджера и базовые рекомендации руководителю. Если дизайнер сам выполняет роль менеджера, то значит он работает по базовым правилам менеджера. Если дизайнер вдруг уже становится руководителем и берет все помощника, значит у него должны быть инструменты управления. Вот об этом, обо всем стоит подумать для того, чтобы правильно работать с клиентом. Для того, чтобы избежать всех ошибок, о которых мы с вами уже поговорили. И для того, чтобы быть полностью подготовленным со всех сторон. Эта система описывает абсолютно все, если вы все пункты проработаете достаточно детально. В зависимости от той системы, с которой вы решили сами работать. Мы сделали так это в нашей студии. У нас это работает исключительно замечательно. И тот шаблон, который работает именно у нас, без запинки, мы с удовольствием вам показали. Поэтому, если эта тема вам интересна, приходите на следующее видео. И вы узнаете, каким образом вы сможете поработать это самостоятельно, либо с нами. Итак, мы посмотрели полную систему комплекта документов в студии. И теперь у вас есть все чек-листы по каждому договору. И вы можете внедрить эту технологию. Надеюсь, она вам понравилась. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, либо советы, обязательно оставляйте обратную связь. И всех приглашаем в четвертое видео, в котором мы расскажем, как вы сможете внедрить эту технологию к себе в работу, либо в студию, и сделать это прямо сейчас. Увидимся в четвертом видео. Приходите, ждем вас. Продолжение следует...